Всем привет, с вами Анатолия, и добро пожаловать в новое видео, и давайте с вами вместе обновимся на тему прослушивания. Как же пройти весь этот путь? А, конечно же, своё мнение надо ещё отпишите в комментариях. И да-да-да-да-да-да-да-да, у меня уже на канале были ролики на данную тему, так что добро пожаловать в обновочку. И да, я вас всех очень сильно люблю, ну и также подписывайтесь на мой инстаграмчик, где происходит моя реальная жизнь, насколько это возможно, потому что я до сих пор немножечко болею. Начинайте тренироваться как можно раньше, и участвуйте в большом количестве прослушиваний. В итоге почему-то кажется, что это странно, что зачем вот рано готовиться, ну вот если там, допустим, уже исполнилось 19 лет, ну, наверное же, ещё не поздно. Нет, уже поздно, потому что средний возраст тех людей, которые участвуют в кипопрослушиваниях, это 14-19 лет. Если вам уже больше 19 лет, то вы как минимум не укладываетесь в эту категорию. Самый младший возраст, якобы, с которого можно стать стажёром, это 12 лет. Но есть одно но. Были примеры того, что люди становились стажёрами и, например, в 9 лет, но для этого требуется разрешение от родителей. И, соответственно, вам, в принципе, потребуется разрешение от родителей, если вы несовершеннолетний. Но для участия в прослушивании до 14 лет, просто для участия, не для контракта, просто чтобы отправить заявку, потребуется разрешение ваших родителей, если вам нет 14. Но если вы пройдёте, и дальше будет речь о подписании контракта, то до совершеннолетия будет важно, чтобы ваши родители, хотя бы один из них, на это согласились, собственно. Им придётся подписывать контракт, потому что таковы правила, таковы законы. Вот так вот это всё работает. Но никто вам не мешает начинать готовиться как можно раньше. Навыки по вокалу, танцам, рэпу и всем прочим вещам никогда не бывают лишними. И они пригождаются даже в обычной жизни. Без того, что вы можете стать айдолом ещё кем-то, вы можете просто выступать, если у вас действительно есть к этому талант. Пожалуйста, не забивайте на это. Если у вас есть возможность выступать в том учебном заведении, где вы учитесь, делайте это. Да, я до сих пор помню эти, конечно, супер странные концерты, но тем не менее, это реально классный опыт. Так что держитесь за него, набирайтесь этого самого опыта и не отступайте. Изучайте базовый корейский язык. Как бы банально это ни звучало, но корейский язык очень важен. И перестаньте как бы сбрасывать его со счетов, потому что некоторые такие, ну я же знаю английский. И что, что вы знаете английский? Если вы попадёте в корейскую компанию, вам запретят разговаривать на английском. Вот в чём очень важный прикол, потому что многие айдолы об этом говорят, ну точнее многие иностранные айдолы, что когда они пришли в компанию, первое время, да, с ними поговорили на английском, но потом сказали, что, ну ты как бы хочешь дебютировать в корейской компании, ты собираешься пить на корейском, так почему ты не знаешь языка? Учи его, говори на нём. Но на этапе прослушивания как минимум сказать базовую вещь в формат того, что здравствуйте, меня зовут вот так-то, мне столько-то лет, я из такой-то страны, лишним не будет. И лучше вы, конечно, будете знать как можно больше, потому что если вдруг вы станете стажёром, то вы сойдёте с ума от того, за какой короткий промежуток времени вас заставят выучить корейский. Так что лучше учите его заранее. Развивайте другие свои навыки и подготовьте концепцию для участия в прослушивании. Опять же, как бы банально это ни звучало, но многие думают, что они до сих пор смогут отделаться одним талантом. Например, они хорошо танцуют, значит, ну они пойдут подаваться на айдола, и им простят всё это, и их научат петь. Но нет, если вы хотите карьеру айдола, то вам стоит понимать, что айдолы это люди мультиталантливые. То есть они и поют, и танцуют, и рэп читают, и в телешоу участвуют, то есть развлекательный какой-то жанр. А и в сериальчиках корейских снимаются. И стоит это понимать, и стоит грамотно оценивать свои таланты и свои возможности. Соответственно, когда вы ещё только участвуете в прослушивании, вам уже лучше показать как можно больше своих талантов. То есть вас просят показывать танцы, пение. Делайте это, наслаждайтесь процессом, богатите свою уверенность в том, что вы делаете, что вы весь такой офигенный, классный, замечательный, и они просто обязаны вас взять. Но не забывайте о том, что у каждой компании есть свой концепт. С концептом JYP не надо соваться YG. С концептом SM нечего делать в JYP. И так далее. В общем-то, это замкнутый круг, который касается абсолютно всех компаний. Чтобы понять, какого именно концепта и формата придерживается компания, посмотрите на их артистов. То есть чаще всего по артистам очень сильно видно, на чём конкретно зациклена компания. Поэтому да, участвуя в прослушиваниях, выбирайте отдельный концепт под каждое прослушивание, для каждой отдельной компании. Выбирайте отдельный контент, который вы отправляете на прослушивание. Не стоит одну и ту же заезженную песню отправлять во все компании, потому что велик шанс, что вас никто не выберет. Потому что им просто не подойдёт тот материал, который вы им отправили. Им не подойдёт формат, тот, который вы им отправили. Поэтому обращайте на это внимание и подбирайте как можно больше вариантов. Готовьте корейскую и английскую песню. Ещё одна вещь, опять же, довольно-таки банальная. Даже если компания говорит вам, если вы иностранец, пожалуйста, загрузите песню на английском языке, то не стоит сбрасываться с счетов, то что вам лучше подготовить ещё и корейскую песню. Потому что если вы пройдёте на следующий этап, у вас могут это попросить. Поэтому не удивляйтесь таким вещам. Поэтому заранее готовьте и на корейском языке песню, и на английском языке песню. Эта песня должна быть довольно-таки популярной, но не заезженной. То есть не песни, которые все исполняют, не какие-то заунывные. А не надо пытаться переводить, например, с русского на английский. Потому что это просто какая-то жесть. Не надо. Берёте существующую песню и радуйте этим тех людей, которые будут просматривать ваш видеоролик с вашим пением. И да, не забывайте наслаждаться процессом. И не забывайте о том, что песни нужно подбирать под себя. И ни в коем случае не пытаться просить советов в интернете формата «А посоветуйте песню для прослушивания». Никто вам её не посоветует. Вам могут сказать, что «Ну попробуй вот это», но эта песня может вам вообще не подходить. И для начала вам нужно разобраться с тем, какой у вас голос, какой у вас в принципе формат пения и что вам максимально подходит, а не просто тыкать пальцем в небо. Идите за своим имиджем и личностью. Пусть вы ещё не стали стажёром, вы не стали айдолом, но вам стоит позаботиться обо всём этом. Потому что многие компании просят сейчас указывать ссылки на социальные сети. И, например, случайно, когда-то там они могут узнать, что вы где-то написали плохой комментарий, в котором вы негативно выразились в сторону какого-то человека. И вас поймают на этом. И для вас это хорошо не закончится. Это может привести к тому, что вас просто выкинут из компании. Потому что вы кому-то что-то сказали, потому что вы попытались заниматься не особо положительными вещами. Потому что айдолам всё-таки полагается быть белыми, пасшистыми, невинными. И вести себя хорошо. Как онлайн, так и оффлайн. Поэтому в любых вариациях развивайте свою личность. И готовьтесь, например, к тому, как вы будете где-то сидеть на интервью. И давать это самое интервью. Что-то рассказывать о своей жизни. Насколько вы прекрасный, замечательный человек. Чего вы хотите в будущем. А вот, возможно, попробуйте рассказать какие-то интересные истории из своей жизни. В общем-то, тренируйтесь, развивайте свою личность. И следите за тем, как вы себя ведёте. Оставайтесь в форме и не зацикливайтесь на макияже. Что тут имеется в виду? Это то, что не забывайте тренироваться. Не забывайте о том, что вам важно хорошо выглядеть. Вам важно выглядеть привлекательно. Но при этом никаких ярких макияжей. Ничего подобного. И, соответственно, если вы хотите привести себя в форму, то приводите себя в форму заранее. Потому что компании уже давно не заморачиваются с тем, чтобы брать что-то совсем начальное. То есть это было раньше. Сейчас они хотят видеть готовый материал, который подходит им по параметрам. А который уже талантливый, у которого уже есть развитые навыки какие-то. Которые уже достаточно красивы для них. А не просто что-то, из чего придётся делать, 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 делать. Очень много работы, чтобы превратить его действительно в айдула. Нет. Они хотят видеть того человека, который уже изначально подходит под это понимание. И того человека, который может сам себе сделать зержанный, красивый макияж. Не яркий ни в коем случае. То есть мы сейчас речь ведём не о вот этих вот макияжиках, таких вот очень красивых, таких вау, привлекающих внимание, которые вы можете, например, видеть в инстаграме. Нет. Мы сейчас говорим о тех макияжиках, которыми чаще всего появляются где-то айдолы. То есть у них нет ярких стрелок, нет никаких вот подобных вещей. Они просто накрашены максимально сдержанно, естественно и красиво. Дайте собственную хореографию и не забывайте про удобную одежду. Что касается данного пункта, то да, всё очень и очень просто. Не надо пытаться одеться как айдолы на выступлении. Одевайтесь просто удобно в ту одежду, в которой вам будет комфортно танцевать, комфортно петь, в общем-то, то, в чём вам будет комфортно всё делать. Но это не должен быть спортивный костюм. Если вы наденете спортивный костюм, то вы совершите огромнейшую ошибку. Потому что это как минимум странно. То есть наденьте джинсики, наденьте какую-то футболку без принтов, и всё будет замечательно. Чёрненькую, беленькую, для девушек по фигуре, для парней обычной одежды, собственно, джинс, футболка, нормально всё. Что же касается собственной хореографии. Я множество раз про это говорила, но почему-то мне всё ещё задают этот вопрос. Да, вам придётся научиться ставить танцы самостоятельно, а не просто танцевать чью-тхорягу, не просто брать и составить танцевальные каверы. Конечно, кому-то это подходит, например, по-моему, у IG вы можете податься с кавером. Но все остальные компании не хотят видеть каверы. Они хотят видеть, как вы танцуете самостоятельно под какую-то отдельную музыку, которая вам там нравится, которая очень классно подходит вам по стилю. И также они могут включить вам на реальном прослушивании попури. Попури – это рандомная музыка, под которую вас заставят танцевать секунд 30. То есть её просто включают вот так вот и говорят «двигайтесь». Если вы просто ставите каверы, то есть вы занимаетесь повторением банальным, то есть некоторые люди даже не разбирают сами вот эти вот па, не разбирают сами движения, не разбирают ничего, а они просто вот смотрят, видят, как всё это происходит, они повторяют и получается вот такой вот танец робота. Вот. Если вы не занимаетесь вот этим вот разбором детальным танцев, то как только вам включат рандомную музыку, вы будете вот так вот стоять. Либо же вы будете вот как-то вот так вот неловко двигаться, потому что вы не будете понимать, что вам делать. Поэтому учитесь танцевать под случайную музыку. Учитесь самостоятельно ставить танцы и находить выход просто из любой ситуации, какую бы вам там музыку не включили, а хоть хип-хоп, хоть прям такую вот заезженную попсу, не важно, не важно какой стиль, не важно какой ритм, будьте готовы ко всему. Вот самый главный секрет успеха на прослушивании. Быть готовым ко всему и развивать свои таланты. Своё мнение, конечно же, обо всём этом напишите. В комментариях мне будет очень интересно. Почитайте всё это там с вами обсудить. А я вас всех очень сильно люблю. Там всегда вон наё, я работаю на нюху, каус мне дам нюху. Сколько кругов роликов такого формата уже было? Я даже не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok